Здоровье каждого в семье. Именно так звучит тема форума, который проводят активистки Тюменского регионального отделения Союза Женщин России. Дважды в год проходят такие встречи и каждый раз это ажиотаж и полный зал. Вот и сегодня в зале Дворца культуры «Нефтяник» нет свободных мест. Форум о здоровье настолько ожидаемое событие, что пропустить его тюменцы просто не могли. Дорогие подруги, дорогие друзья, дорогие коллеги, рада вас приветствовать на очередном нашем форуме. И я уверена, что сегодня вы получите массу не только полезного, но и приятного эмоционального, для того, чтобы это стало для вас очередным шагом в совершенствовании себя. О здоровье говорили много, в том числе и о детском. По словам педиатров и подрастающего поколения, появились взрослые болезни. Если взрослые болезни проникают в педиатрию, значит нужно бить тревогу. А мы должны, женщины, объединиться все вместе в борьбе и за здоровый образ жизни, и за здоровье каждого члена семьи. У нас есть для этого ресурсы. Наряду с женщинами в зале и мужчины для них в программе встречи также немало интересного. Это простые истины о вредных привычках, правильном питании и о внимательном отношении к близким. Это форум уникален, потому что я не знаю ничего подобного в других регионах. В регионах женщины должны понимать, что главное – это не какие-то севминутные вещи, в том числе и какие-то небольшие элементы нездоровья. А нужно понимать, что есть глобальные вещи, есть то, чего сохраняет жизнь, то, чего укорачивает. Спикеры менялись один за другим. Два часа пролетели на одном дыхании, уверяют слушатели. Не только они сделали для себя важные открытия, но и гости форума. Тюменская область идет впереди, в том числе и в реализации указа президента по активному долголетию. Ну и, конечно, что меня впечатлило, это полная аудитория лиц с горящими глазами, с хорошим состоянием базового здоровья. Форума здоровья активистки Тюменского регионального отделения Союза женщин России в ближайшие дни проведут в Ишиме и в Тобольске. Елена Старожук и Вячеслав Богданов. Тюменская служба новостей.